Грязевые ванны теперь стали обычным делом в поселке Ихстомина. Их принимают в каждой квартире. Только вот пользы от них не будет, один вред. Но альтернативы-то нет. Из кранов льет не просто ржавая вода, а какая-то коричневая. Вот у меня ребенок, ему 4 года мальчик. Он любит очень купаться. Он хочет поплавать, но в такой воде разве можно плавать детям? Вода попадает в рот, он захлебывается, он плачет. Вот такая можно пить. Вода у нас такая, мыться невозможно. А у меня вообще такая аллергия, я не знаю уже, чего делать. И кашля, и все, нельзя мыться. Голова чешется. Прыщи на теле, ребенок чешется. Пехать не лечится, естественно, потому что вода такая. Мы уже привозили, мыли уже хороший. Конечно, лучше, но сколько можно привозить детей-то мыть? Я ведь на кожу, на качество жизни. Ну вот сейчас помочим этой водой. Вот и посмотрите, какое получается белье. Видите? Это уже не белое белье. Серое прям все, все постельное белье, все серое. Вот, вот она оседает на этих везде. Вот, видите, вот моется тут все. Вот вода. Ее мыть надо каждый день, каждый день чистить с этой водой. Это фельдшер-каркушевский пункт. У нас все-таки обрабатываются там инструменты. Вот такая вот вода. У нас, видите, какая остается такая вот накид. То есть они плохо обрабатываются. Смотрите, у нас даже эти. Какие вон канистры, видите, какие растворы. Темные, а должны быть светлые. То, что дом, весь поселок страдает у нас. У нас постоянно такая вода. Мы вот ребенку в это воскресенье не могли его мыть в этой воде. Мы таскали с колонки. Колонка тоже работает через раз. Сегодня работает, завтра нет. И вот представьте себе вообще. Ну, сами видели, какая вода у нас. Это же ненормальная. Ничего делать не хотят. А деньги дерут бешеные. Делали воду нормальную, чтобы помыться. Делали на две недели. От времени, как они вот иногда делают что-то, и она идет день-два чистая. А потом все опять черное. Как сообщили и местные жители, такая вода, то чуть светлее, то чуть темнее, идет у них уже целый год. Коммунальщики и власти пока помочь не могут. Хотели бы знать, что с водой весь поселок. Так нет, понимаете, не мы отвечаем за воду. Я вам хочу. Мубка, Чергино, поставщик. Мы просто содержание и ремонт. Понимаете? Нам не по адресу. Вы в курсе, что вода в плохом состоянии? Ну да, вот вы к ним обратитесь. А все в курсе. Все давно знают. Так же, как и жители. Пользовались ухудшения исходной воды из скважины. Плохое качество воды. Фильтры перестали, фильтра перестали справляться с очисткой. Здесь все вытащили. Пять кубов, пять тонн, точнее, песку из одного фильтра. Заменили колпачки, промыли песок. Опять засыпали. Докрутили все. Второй фильтр, вот две недели занимаемся. Мы провели анализ воды. После того, что провели испытание на определенное количество воды, как получилось, вода есть даже в наличии, что ее можно и пить, и все. Хороший анализ. Кстати, фильтры, которые, возможно, решат проблему этой грязной желтой воды, местные власти рассчитывают установить только к февралю следующего года.